Считается, не умеют пить. У них не заложен ген к алкоголю. То есть бутылка пива и все, человеку пропал. Если какие-то крепкие алкогольные напитки, то пару рыбок и все нет. Поэтому они пиво пьют литрами. Но на улицах никто не пьет пиво. А там просто запрещено на улицах? Нет, почему? Ты можешь купить, пить спокойно, но просто никто не пьет. После 12 ночи, когда едят в этих маленьких чифаньках, которые по улице тысячи, там можно пить пиво. То есть они пьют пиво. Это еще старых древних армян. Да, едят там все. Все, что шевелится, все, что не шевелится, шевелят и едят. То есть я сталкивался и кошку видел запеченную. Когда я приехал жить в Шэньчжэнь, там была целая улица, где висели просто собаки на крюках. Ситра, пушка собаки на крюке. Да, слушаю. Как у них с продажей алкоголи сигарет не совершеннолетним? То есть стрелка не стрелка? Спокойно. Любой подходит. Может там лальков куча. Если он не может в магазине купить, он пойдет вообще купит это. Просто нет, нет у них. А? Нет. А как они не спиваются? Просто не пьют. Крепкие алкогольные напитки. Они знают, что они свалятся, они спиваются. Почему не спиваются? Нет, я про детей. Дети просто не пьют это и все. Чем-то же это регулируется. Кто мешает школьнику пойти в ларек? Ничего не мешает. Образование и воспитание. Воспитание. Я понимаю, что там двухлетний ребенок курил. Абсолютно спокойно. Абсолютно легально. Вот вы сказали, что там на каком-то заводе закрывали дипломата. Да. Даже тут пинали его немножко. Это получается рабочие? Рабочие. Просто рабочие. Директор предприятия вышел и сказал, что иностранцы украли деньги у нашего завода. Я не могу выплатить зарплату. Вот приехал их главный и все. Начался бунт. Это просто бунт. Это просто бунт. В Китае рабочий класс. Он может установить свою литературу, скажем так. Если вдруг у них пойдет такой же бунт, как у нас пошел. Как у нас, получается, Камызинская партия СССР предала. Все предала, все забрала, превратилась буржать. И вот у них такой вот процесс. Насколько возможно. Как вот тебе объяснить в данном вопросе? Вот смотри. Опять же, традиционно Китай, и Китай жив, и Китай объединялся вокруг кланов. Это клановость. Всегда была в Китае. То есть вот, например, в Лиджоу я летал, когда там гора тысяча метров. Ну, скала отвесная, скала тысяча метров. С двухсторонней. В одну сторону, в другую. И вот, когда стоишь наверху, и смотришь вниз в долину, ты прямо видно эти вот клановые поселения. То есть, большой дом. Вокруг дома много маленьких поселений. Забор обязательно. Все заборы, это толченое стекло. То есть, сверху вдоль забора толченое стекло. То есть, чтоб не залазили по кругу. Это клановость. И китайцы между собой не могут иногда договориться, потому что они психи, еще те. То есть, и вот эта вот клановость и индивидуальность. То есть, я пуп земли, и все. И рядом другой пуп земли, такой же. И, соответственно, два пуп земли между собой иногда не договариваются. Получается мордобой, крики. Ну, то есть, вот еще такая интересная новость. В Шанхае две женщины ругались 11 часов, одна скончалась. Это реальные факты. То есть, они могут вот зацепиться и начать ругаться. Вот. Они психи на самом деле. Вот. Когда между собой вообще. Когда они видят что-то большое и не противом их, они отступают сразу. Но если это как-то равноцельно и не в этом, они могут сцепиться. Там же огромное количество получается рабочих. Там заводов. Там каких-то там 300 миллионов. Но, опять же, смотри. Эти заводы, они наполняются рабочей силой после практики. То есть, идет сезонность. То есть, когда приходит Новый год, практически 80% этого завода уезжает теперь в деревню. Так же, как и вот произошла вот эта вот эпидемия, стучка эпидемии. Потому что на китайский Новый год уехать куда-либо невозможно. Это за месяц уже забиваются все аэропорты, забиваются все вокзалы. Все забивается. Ног окружает сразу же все эти вот районы. То есть, перед Новым годом. И все уезжают куда-либо. То есть, город. Миллионный город. Вот ты выходишь на улицу и никого нет. Едешь по дороге ни одной пробки. То есть, даже машины на дороге ты можешь не встретить там в течение трех дней. Потом, это традиция у них, уехать к себе в деревню. Потом возвращаются. Привозят родственников. Показать на город. Тогда вот, когда они привозят родственников, начинается то есть. То есть, там вся деревня в метро едет там. Крестьяне и тому подобное иногда с охами там едут. И начинаются пробки в городе такой вот. То есть, вы говорите, что у них нет именно коллективизма по предприятиям? Нет. Это постоянно разный состав на предприятии сотрудников. То есть, почему нельзя в Китае заказывать продукцию сразу после Нового года? Потому что им некому делать. Нет специалистов. Могут сделать, черт и черт. Нет. А вот большие же заводы есть там металлограмм? Все равно разъезжаются. Основной костяк инженеров, он либо партийный, он наученный уже в партийной школе, он есть. Но основные работники их нет. Это же постоянно наемные сотрудники. То есть, текучка очень большая. То есть, уехал и не вернулся. Могут может уехать один, а приехать совершенно другой. Да. Поэтому приходится заново обучать. Каждый год такой. Поэтому там возможна реставрация капитализма. Вполне. Нет. Ну, я еще раз говорю, они индивидуалисты. Они сами по себе. Каждый сам по себе. Каждый пункт земли. Это психологический, это его менталитет. Тем более, очень большой шанс реставрации. Даже через это. Они очень ленивые. Они не сделают никогда ничего. Центральный Китай может это сделать. Но Южный Китай нет. Северный Китай нет. Северный Китай очень расхлябанный, а Южный Китай ему по барабану. Расслабленный. Да. Какая ситуация в больницах во время Нового Года? То есть все отезжаются, все отдыхают. А если у тебя тупеницы во время Нового Года? Нет. Основные предприятия и больницы, они работают. Обязательно. Ну, были случаи, когда вот на какой-то Новый Год вообще ничего не работало. Ну, обязательно дежурный врач есть. В основном все уезжают. Никого нет. Магазины стоят. Никого нет вообще. Ничего. Все закрыты. Ничего. Если не запасы продуктов, и все. Ты ешь самичка дома. Ничего не работает. Ничего не работает. Такая вот пища, которую дали. А, прости, я еще добавлю. Но если те общепиты, которые работают, допустим, ресторанчики еще где-то, ты приходишь, хочешь поесть в это время, они тебе уставляют счет двойной. Новогодняя наценка. Да. Не скидка, а наценка. Это вот пища, которая, она маниционно-китайская пища, она где берется только северная Китайская пища. По всему Китаю. Знаешь, что в Централе Китая эта пища другая со всей. Тут где-то угощали, там совсем. Там есть своя похлёбка. Все зависит от провинции. У каждой провинции своя пухня, своя специфика. У каждой провинции свой язык. Китайцы между собой, в соседних провинциях не могут разговаривать. Даже китайцы из соседних деревень. Не могут, не понимают друг друга. Есть традиционная, Хармская, это то, что Центральная Китай, то, что партия и правительство постановило, это да, язык есть. Универсальный язык? Универсальный язык китайский. А национальные, они не могут между собой договориться. Наречий много, да? Очень много наречий. А очень много произношений. Ну, действительно, они не понимают друг друга. Два китайца между собой. А то, что иероглиф-то... Если они пишут, они понимают. Но если они разговаривают, они не понимают. А китайцы по-разному. А как же говорится, что мандаринский у них... Мандаринский основной язык. То есть это не ханьский? Это ханьский. Мандаринский. Мандаринский. Это одно и то же. Понятно. Есть еще... Пенин. Пенин. А вот что такое там... Группа комсомольцев? Группа там... Цезинпиня, которые... Ну, есть комсомольская группа. Комсомольцы, это что? Это тоже коммунисты? Только просто так можно? Ну, просто... Молодые... Именно молодые. Именно молодые. Но там до 35-ти молодой, или до 36-ти он молодой. У нас тоже участвуют. Ну, взято все с нашей КПК. Потому что наши туда приезжали, учили их... И воссоздавали КПК. Я могу зачитать, я его специально... То есть это... Символизовано, то есть партия построила. Молодежная иммунизация. Да. 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 И пионерские тоже есть. Тебе повязывают галстук, пионер полет. Да, ступенчатая. Да, ступенчатая. Да, ступенчатая. Все сделано по кальку от нашего. Вот я хотел уточнить, если вы говорите, что каждый год там состав на заводах обновляется, потому что после новогодних праздников половина может и не вернуться. Я так понимаю, что у людей проблем с работой нет, они не ешутся за ней. Почему? Ну, раз не возвращаются после нового года. Я еще раз говорю, это все от менталитета зависит. Вот, например, приезжаешь ты в деревню, стоит дом трехэтажный. На нем лет 20 не было ремонта на этом доме. То есть частный дом. Ты заходишь внутрь, там все закопченное, все гряное. Я говорю, почему вы не поверите хотя бы, а зачем? Так хорошо. Зачем? Вот этот вопрос, который возникает, а зачем? В Китае очень часто. Шибадун сидит. И так пойдет. Да, они живут сейчас, там и в будущем. Где сейчас? Это сейчас так и живут. Я ездил по деревням, я ездил туда в маленькие деревня, летать просто. Туда приезжаешь иногда. Но надо, вот я уже рассказывал Роме тогда, надо отдать должное. Я ездил в деревню лет пять. Потом в эту деревню пригнали, поставили бетономешалку, привезли цемента, привезли песка. Сказали, хотите дорогу свою деревню? Пожалуйста. Все. Через неделю там была дорога. Ни цемент, ни бетономешалку не украли, ни даже лопату не украли. Построили дорогу себе бетонную. Что-то есть правильно. Сами себе сделают дорогу, да. То есть могут самоорганизовываться ради чего? Сами организовываться, да. Для какой-то идеи? Ну, деревня, я же говорю клановость. Каждая деревня это свой клан. Маленький клан. Пришел, главный по этой деревне сказал, вот этих, этих, этих. Вперед на строительскую дорогу. И все. Есть такие производства, где нельзя останавливать. Ну, есть такие. Там же, получается, не выезжают. Какие? Назови мне хотя бы один пример. Ну, и технические промышленности. Я продавал химию. Останавливай. Там самая просто электроэнергия. Ну, это да. Там специалисты уже другие. Другого уровня. Все партии. Горят маршиновские печи. Горят маршиновские печи. Да, горят маршиновские печи. Они же постоянно горят. Постоянно горят. Их нельзя тушить. Да. Спасмены. Трисменные. Ну, значит, там остаются, не уезжают. Да, остаются, не уезжают. Есть предприятия, государственные, которые постоянно нуждаются. Они работают. Но основная масса – это миграция. Каждый год на Новый год. Массовая причем миграция. Видели на YouTube полными роликами, где там яблоку негде упасть. Просто на вокзале на этом самом, потому что все куда-то хотят уехать. Отсюда распространение гриппов и тому подобное. И вот все вспышки, которые были там и птичьего, и цыплячьего гриба, и поросячьего, они приходились на китайский Новый год. И почему-то не доходили дальше. Вот куда-то там все умрем. Как сейчас. Российский телевизор включаешь, советский, русский. И там, начиная 60 минут в программе, там, а мы все умрем, птичий этот, грипп идет. Все. Ваши конституции, перемены, которые надо отличить. Я вот спрашиваю русских, как вы там? Ничего, а что? Не умрем? Нормально все. Живем. И никто не эвакуировался, главное, из этого самого. Так да вывезли, кто хотел. Опять же, половина там остались, потом уже. Потому что не стало есть нечего, потому что завод продуктов нет и тому подобное. А вы, Китай, а вот вопрос такой, ну вот это уже повторяется история, да? Там свинячий, поросячий, там еще курячий грипп. Ну, не знаю, есть ли вот такая у вас информация? Говорят, сейчас очень сильно упали китайские активы, акции. И китайцы начинают обратно выкупать... Была такая информация о том, что это искусственно сделанное вот это. Ну, во-первых, я не удивлюсь, потому что раздука очень сильно эта проблема. Я не удивлюсь по одной простой причине. Потому что Китай стремился избавиться от иностранцев. Сейчас очень хороший повод и очень хороший избавиться вообще от иностранцев в Китае. Ну, машиностроение или как? Ну, действие у них на 92% упало. Да многие упали, да по всем мире упали. За китайских товаров не стало, все. Да, на данном случае практически парализовалось. Да, экономика Китая сейчас стала. Потому что мне даже стали присылать предложения вообще компании, с которыми я там лет 15 не работал. Опа, прислали. Типа, не хотите ли? То есть, а что, так плохо все? Он говорит, ну, да. Нет, некому продавать. Сейчас опять вот откат пошел. Раньше вообще говорили, что когда ты едешь в Китай, то есть, подбегали китайцы, говорят, нате, заберите на товар, хотите отстрочеку 30 дней, хотите отстрочеку 50 дней, пожалуйста, платите, доверяйте. Потом пошел период, когда, ага, давай предоплату. Потом пошел период, когда нет, сто процентов оплаты. Будет такое тоже. И хоть ты с ними торгуйся, хоть не торгуйся. Опять же, на тех должностях, в которых у нас один человек работает, там обязательно два-три человека работают. Тем же продавцам. Два человека получают по две с половиной тысячи юаней. Минимал. Но им обеспечивается питание трехрандовое и жилье. Все. Еще вопросы? Ваша компания со стопроцентным капиталом была? Да. Это возможно в Китае? Было даже в 2015 году возможно. Просто принуждается работать государственными компаниями? В Китае, я приведу пример Гонконге. Если ты иностранец в Гонконге, то ты не можешь устроиться на работу, куда могут взять стопроцентного Гонконгерса. По причине того, что ему в первую очередь законодательно закреплено, что давно предоставится место. Если компания, которая тебя нанимает, обознует, что ты лучший специалист, что ты круче, тогда тебя могут устроить в Гонконг на работу. То же самое сейчас приходит и в Китай. Фактически. То есть, с подошелшего года стали запрашивать дипломы, стали проверять дипломы обязательно, которые есть. Где ты учился, как ты учился, что ты учился. И вот это все откатывается к политике Гонконга более-менее. Это хорошо или плохо? Я считаю, что это хорошо. Я считаю, что и здесь надо в России тоже бороться с засилием иностранных рабочих. Именно иностранных рабочих. Да, сейчас такая информация в большом камне. Говорят, якобы, нету компаний, которые могли бы русских устроить. Там, где сейчас китайцы получаются 50 тысяч рублей, а ну, зарплату. Если еще китайцы строят этот объект. Вопрос, где же русские? А, якобы, нет компаний, которые... Нет, китайцы хотят работать только с китайцами. Как они сами говорят, китайцы не обманят. Даже если это китайцы в Гонконге. То есть, в первую очередь, они обратятся именно к китайцам. И опять же, закреплено государственным уровнем, что если тебе надо что-то груз вывезти, на экспорт поставить, опять же, есть валютный контроль. В первую очередь, ты должен обратиться к китайской компании. Если эта китайская компания не может выполнить твои требования по доставке, по работе с грузом, по обработке груза, тогда ты уже ищешь другую компанию и обосновываешь вот эту свою валютную операцию с этой компанией. То есть, национальные компании, они сейчас более и более все защищены на трудовом уровне? На трудовом уровне, да. Ну, в принципе, не удивительно, когда плановость с национализм рядом идет. Плановость с национализмом. То есть, они не любят японцев. Причем, это после Нанкино, после резни Нанкино, скажем, где 300 тысяч китайцев было убито. Ну, вот разговариваю с китайцем, я националист, я не люблю японцев. Да? Я говорю, ты ездишь на японской машине. Ну, да, машиной я езжу. Ты сейчас сидишь и жрешь суши японское. Ну, да, мы любим японские машины и японскую еду. Но мы японцев не любим. Я бы думал, он даже сказал, что живя в японской квартире, в Японии все же самое. Нет, ну, вот надо отдать должное. Я был у нас по Суфиаге, где наша команда футбольная, русская, играла с японцами. Весь стадион китайцев был забит китайцами. Все болели за русскую команду. Все болели за русскую команду. Флайлы наши поднимали, кулюлюкали там, кричали русских там, увидели, где мы там сидели на нашем секторе. Нам там это кричали, но наши проиграли. Вот это было разочарование для китайцев просто вот неимоверное. Они всю игру болели за русских, но наши проиграли японцам. Это вот национализм. Даже жена, вот она детям рассказывала о том, что вот японцев, японцы, нанкин. Вот это первое, что всплывает, это нанкин. Нет, ну надо понимать, что они относятся к японцам так же, как относимся мы к немцам. Может быть, даже еще хуже. Нет, я думаю, что мы более толерантны к немцам, чем они к японцам. Тем не менее, это не мешает нам. Да, мы устраивали новые... Правда, у меня Дня Победы в немецком ресторане так было делать. Несмотря на то, чтобы их унизить, просто там вкуснее было еда. А они именно вот так вот. Я думаю, корейцы тоже самое, японцев не любят. Японцы, конечно, в массе своем, у них этот... Ну, я... В общем, спокойствие там, анзен, постулат, то, что она не выделяется и... С массой быть ровным. Поэтому там куча самоубийств. То, что кто-то хочет... Все такое уникальности. И, соответственно... На Абрайзе, да? Да. Ну, то есть, все в одном едином потоке и, соответственно, равномерно, без всяких там происшествий. То они не могут... Точнее, есть радикальные ветви, и они, конечно, не любят и корейцев, и китайцев. Да, и что говорить? У нас в России тоже не любят и китайцев, и японцев, и корейцев. Ну, у нас, наверное, другая немножко нелюбовь. Там это нелюбовь открытая целиком. Они могут там, если видеть японца, кричать ему вслед, что ты там негодяй, нехороший. Вот банкин ему тут же упоминают. Но при этом сесть японскую маршруту и поехать. Я спрашиваю, скажите о японской машине. Нет? Она хорошая. Она лучше китайской. Ну, это такой вот немножко неправильный национализм, я не знаю. Это фанатизм какой-то. Фанатизм какой-то.